Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз говорю, заходим все туда, трапезную, из детской комнаты, все выходим сюда Сюда проходи и сиди здесь, а я сюда подойду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Второе послание к Коринфянам, святого апостола Павла Глава 6, стихи с 1 по 10 Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь Стих 1 Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами Толкование блаженного Феофилакта Болгарского Мы, говорит, спаспешествуем и вам, и Богу Вам, чтобы вы спаслись, а Богу, чтобы исполнить волю Его, то есть о вашем спасении Умоляем вместо Христа, даже до второго пришествия Его, до тех пор, пока существуем всей жизни, дабы вы не зря приняли благодать Божию Ибо что пользы? Получить свободу от грехов благодатью Божией, а потом опять наполняться ими по своей беспечности Снова является вражда, и благодать к нам становится тщетной Итак, не думайте, что одна вера составляет примирение, нужна и жизнь Стих 2 Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения Толкование Какое это благоприятное время? Время благодати, в котором прощение грехов и сообщение оправдания Время благоприятное есть то, в которое Бог принимает нас, выслушивает нас и спасает Ибо во время суда Он не будет ни выслушивать, ни помогать, ни спасать Итак, мы должны подвизаться в это время благодати, потому что легко получим награды Стих 3 Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение Толкование Молим, сказал, и споспешествуем Каким образом? Беспорочной жизнью Самым же ходом повествования Советует им обратить внимание на него Ибо, говорит, я так устрою жизнь свою Что никому не подаю повода Не говорю к обвинению, но и к обыкновенному упреку А еще более к соблазну, чтобы не было порицаемо служение наше Опять не сказал, чтобы не подпасть обвинению Но чтобы дело мое и служение мое не получило и случайного порицания Некоторые же объясняют это так Чтобы порицание не перешло на проповедь Ибо ее называют служением своим Когда я живу худо, то подвергается презрению и порицанию проповедь Незаметно им намекает, что когда они живут худо, то хула обращается на Христа и на веру Комментарий Игнатия Тихоныча Лапкина Даже богоборческий режим хорошо понял значение проповеди И не просто проповеди по школьному учебнику А проповеди по вдохновению Проповеди, касающиеся душ человеческих Сатанинско-людоедский режим в нашей стране Официально разрешил молиться, превратив религию в культ Они не боялись ни богослужения, ни треб, ни праздников Но они пристально наблюдали, как змей Чтобы не было проповеди И чтобы ни одна душа не возродилась для Христа через проповедь Откровение 12.4 Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить Дабы, когда она родит, пожрать ее младенца Главное порицание и обвинение шло против проповеди Как же священнослужителям не понять этого ныне Чем это объяснить? Только одним, что они мертвые и невозрожденные Только тем, что их не коснулась благодать призывающая И благодать обращающая Мертвый не может родить живого Стих 4 Но во всем являем себя, как служители Божии В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах Толкование Это говорит выше Не только сделать себя чистым от обвинений и порицаний Но и показывать такую жизнь Чтобы из нее видно было, что он служитель Божий Не сказал «показываем себя», но являем себя То есть на деле показываем себя таковыми Говорит и о способе, как делаются таковыми То есть через терпение И не просто через терпение, но через великое терпение Ибо недостаточно перенести одну какую-нибудь беду или две Но должен терпеть до конца Высшую степень скорби составляет то Когда гнетут человека безысходные несчастья В тесных обстоятельствах Этим словом означается голод или просто искушение Стих 5 Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах Толкование И удары, и темницы Смотри, сколько зол Каждая из них само по себе весьма тяжко То есть в гонениях, когда кто не имеет места Где остановиться, будучи преследуем из места в место Сказав о бедствиях внешних Здесь говорит о своих собственных Которым он добровольно подверг себя О трудах, то есть о делании рук своих Которым питал и себя, и других И вместе с тем бодрствовал и постился Стих 6 В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в духе святом, в нелицемерной любви Толкование Так называют целомудрие или чистоту во всем и небостижательность и безмездную проповедь То есть в мудрости Божией, которая истинно есть в ведении, только не внешнее, как у лжиапостолов Это призрак несокрушимой души Когда кто, будучи отовсюду поражаем и уязвляем Не только долго терпит, но и благодетельствует Показывает, как он сделал все это Именно духом святым Когда показал свои подвиги, тогда уже поставил помощь духа святого Здесь, разумеется, также и дары духовные Ибо ими доказываем, что мы служители Божии, потому что совершаем чудеса Иначе мы не подали притыкание в духе святом, то есть в дарах духа Ибо многие из превозносившихся полученным даром языков не пользовались им как должно Но Павел не таков В нелицемерной любви вот источник всех благ Вот причина, почему пребывал в нем дух Стих 7 В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке Толкование То есть не извращая слово Божие Ничего, говорит, нет моего, но все это совершилось в силе Божией Или в знамениях и чудесах И в наказующей и благодеющей силе Оружие правды в левой руке означает все прискорбное А в правой все ограждающее и поставляющее нас в безопасность В левой руке скорбные, по мнению многих Ибо и Господь повелел молиться и о том, чтобы не впасть в искушение А в правой радостные Итак, Павел в том и в другом показал себя безукоризненным Не падая духом в скорбях и не превозносясь в радостях Но все это делая оружием правды Стих 8 В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах Нас почитают обманщиками, но мы верны Толкование Истолковал нам, что оружие в правой и левой руке означают славу и бесчестие Как же слава служит оружием правды? Тем, что слава учителей привлекает многих к благочестию Что же, есть ли это добродетель Павла? Конечно, потому что он, находясь в славе, не гордился А бесчестие, соделывающее терпение Делало его искусным и способствовало успеху его проповеди Перенесение порицания Есть великий подвиг Ибо оно сильно возмущает душу Поэтому и Господь называет блаженными тех, которые терпят поношение В пытках тело разделяет муки вместе с душой А в порицании вся тяжесть падает на душу Поэтому оно и для Иова было тяжелее всех прочих ударов Почитают обманщиками по причине порицаний Но мы верны, что доказывается благохвалениями Комментарий Игнатия Тихоновича Для тех, кто боится начать проповедовать чисто по Евангелию И боится более всего своего епископа или священника Апостол Павел и блаженный Феофилак подтверждают Что всякое гонение за проповедь будет делать ее более прочной и плодоносной Стих 9 Мы неизвестны, но нас узнают Нас почитают умершими, но вот мы живы Нас наказывают, но мы не умираем Толкование Для одних были уважаемы и знаемы А для других недостойны и того, чтобы знать их То есть, как приговоренные и осужденные на смерть И по мнению устрояющих нам ковы умершие Но силой Божией мы живы Попускает это, говорит Бог, для того, чтобы вразумить нас Ибо еще прежде будущих наград В настоящей жизни немало происходит пользы от наказания Это взято у Давида, который говорит Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня Псалом 117-18 Стих 10 Нас огорчают, а мы всегда радуемся Мы нищи, но многих обогащаем Мы ничего не имеем, но всем обладаем Толкование Хотя по внешности, говорит, кажемся скорбящими Но наслаждаемся совершеннейшей радостью Ибо не так бывает, чтобы иногда радовались, а иногда нет Но всегда радуемся Апостол многих обогатил как духовным, так и чувственным богатством Ибо имея домы всех открытыми для себя Он был богатейшим и мог отделить и питать других Как, например, цветы в Иерусалиме То же показывает и далее Не привязанный ни к чему в здешней жизни имеет все Если бы возможно было, говорит Вы исторгли бы очи свои и отдали мне Галатам 4.15 Как же такие люди могли жалеть для него имущество Перечислил же все это с той целью Чтобы не смущались чем-либо из того Что кажется прискорбным Богу нашему слава Ну, сегодня не так уж мало Но, слава Богу Я надеюсь, что на престольные праздники придут люди Больше чем 5 человек Вчера было Можно вопрос? Ко мне подошла Юля и говорит, рыбу запечь надо Будет вообще трапеза или нет? Для кого запекать-то? Вот так придет человек 5-10, как обычно Какая разница? Какая разница? Надо вообще делать трапезу или не надо? Как могу ответить? Я не знаю, сколько придут Колько человек придут? Это будет какой день? 27-е среда Среда Поздный день Среда Престольный праздник Рыба запекала? Ну Да Будем готовить? Будут люди приходить? Для чего вообще? Надо? Вот тут присутствующие Кто придет? Я Так Ну, запекай Лена Ну все, ответ получен Запекай Только вкусная Да, но сами никто не хотят Лена должна Конечно Тоже у нас провалены Лена Как приходится Утрак все шмол наводят Немножко непонятно Кто Инициатор Разговоров О трапезе Ко мне подошли Потому что И попросили Запеченные Уже все Все услышали Все Так Давайте вернемся К нашему Всегда это у нас было Всегда Было Так Давайте вернемся Мы Болящим Татьяна Кузьминична Татьяна Кузьминична Ясно Так О болящих Мы всех вспомнили Всех по списку Или еще кто-то Одних уж нет А те уже Далече Ну Помните Надежду Ивановну Альбуева Помните Обязательно Помните И помните Брата Николая Которому Очень тяжко Он Там Мается Конечно И его Огород нужно И за ней Ухаживать нужно И оставить ее Надолго Нельзя Уже был такой инцидент Когда он оставил ее На короткое время Вышел Зашел В калитку Дверь То есть Дверь Которая снаружи Была Просто На щеколзу Прикрыта Нету Открыта уже Где Вокруг Нету Вошел в веранду Нету В дом Вошел Нету Вокруг дома Пошел Не может найти У него чуть инфаркт Не случился С другой стороны Пошел вокруг дома Она там лежит Полеживает Упала Ну вот так что Может огород Хоть нам как-то Помочь Собрать Урожай Это предлагалось Он Говорит Что я управлюсь Там Так что За ней Последить надо И за ней Посидеть рядом За ней Там тоже Вопросы Вопросов Много Пока не нужно Пока я сам справляюсь Только Чтобы Господь дал силу И терпение Чтобы эти силы И терпение Не иссякли Чтобы не уйти В ропот Тем более В отчаянные Но там Динамика есть И там еще Некоторые изменения Мы коррективы Вели в лечение Там психиатра Назначены Тяжелые препараты Которые он Один день давал В одно время Поэтому это Там сопровождалось Всякими другими Побочными эффектами Мы сейчас Разнесли По времени В течение суток Поэтому Так что Так вот Ну и еще болящих Значит Кто у нас Антонина Лера кашляет В школу пошла Но там кашель Полина там сидит Сына Больные Иди сюда Садись Так Кто еще у нас Валентина Павловна Нету Проходи Иди да Че ты боишься Снимай У него болел Нестор Но Еня выздоровел Нестор Нет Заболела Дальше Ну а че не сказала Мы сегодня Мы их в список Включили Че вы включите Это полка Павловодком А теперь у нее все ноги Прямо Псинеют Вообще Не знаю Темные Темные Ну все равно Надо посетить ее Конечно И сестры Как-то подумайте А то Она-то посещала всех Она помню К маме Наша приезжала И привозила Всегда там Овощей Всяких Так что Вот сейчас У нее немножко Как бы Это Говорит Те же болели Почему ко мне Никто не приходит Да Да Так что Ну давайте А как Кому ходить Ну не понятно Ну ко мне Очень далеко Надо на машине Там ехать Она Дальше Не очень Она от остановки Очень далеко Идти Там Больше километра Наверное От Николая Там Ну буквально Сколько Ну полкилометра Это надо знать Где тот живет А где Чтобы кто-то Да туда Дальше чуть Николай Проезжаешь И там Вот так Отворот Ну Машинить Там быстро Ну подумайте Семенович Николай Еще Кто Валящее Людмила Степанова Нет Николай Людмила Степанова Что Валентина Павловна Сказала Чтобы ее Не теряли Тоже Мне не поняла Она В путешествии Где-то Еще Не дом Валентина Павловна Валентина Павловна Так Людмила Степанова Что Ну она Сегодня Пошла В храм Там Хорошо Лариса была Лариса Путешествующая Путешествующая Ну вот Мы тоже Написать Написали Так Игорь тоже Так ты сказала Записал его Игорь записан Да Дети Человек Тоже Более 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 Гарри Ну хорошо Что Гарри Поднимаем За глаза Так Еще Кто у нас Более Человек Кого не вспомнили Политина Здесь Еще неделя Будет Рабочая Еще неделю Будет Путешествие Костя Да Если вовремя Они все Закончат То где-то Первого Или второго Октября Ну там Нужно Закончить Подписать И билеты Еще не куплен Ну а Путешествующих Наших братьев Никита Александр Максим И там Еще Евгений Сергий Лежи с ними Толославные Братья Лежи с ними Толославные Братья Тоже Молитесь О них Всех Да Ну вот Не знаю Приехал Или не приехал Денис Помните Я вам говорю Что Денис Которому дали Два Ну 60 дней Отпуска Для реабилитации Теперь будем Заниматься Этим вопросом Как бы Удаст Что Помогли ему В эти дни Отпуска Да А Это Нучатый Клемянник Нучатый Клемянник Который Участвует Там В событиях У него Ранение Было Было Сцелопатки Рука Не поднимается Ну вот Там Решался вопрос Через Военную Врачебную Комиссию Дали Ему 62 Отпуска Еще дополнительно Дали Реабилитации И помните О его Матери Надежде И жене Наталье Да Которые Благодарят Бога Ну как бы Я говорю Что Убеждаю В том Что если Мы только В этой жизни Надеемся На Христа То Мы Несчастнее Всех Человеков Повторяю Слово Уже не видит И наделает То Чего Приходится Дополнительно Хотя Молится Приносишь Ему Еду Он Помолился Перекрестится Нормально Перекрестится Кушает Потом После еды Тоже Перекрестится Скажет Слава Богу И всех Благодарит Постоянно Слава Богу И вам И всех 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 Перечисляет Слава Вместе С Христом У меня Дима Стал Все Слава Богу Что не скажешь Слава Богу Что не скажешь Ой да я уже это знаю А так У него У него Это балалайка Целый день Там Так 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 Какая Балалайка Радио Радио Он же видит Не видит Радио У него Общение Это с миром Только через радио Это вот Это Радио Вера А Вера Есть Полковники Эти Виктор Бронец Какие полковники Я думаю Это понятно У вас это На слуху Ну Полковник Да Тимошенко И Баранин Тож Они там Политику Военные События Все там В курсе Он Он Во всех Эти Делать В курсе Ну Так В памяти Слава Богу Он Себя Обслуживает Хотя В каком То Круге Но Прокрестирует Болезнь Это Можно Толкование Толкование Сегодня На Притчу Господню На Рассказ Господень Толкования Не было У нас Толкования Брат Зачитал Послание Вот Я просто Хотел вам Задать вопрос Вообще Знаете Такой Господь Отходит Из Своей Страны Отчем Во-первых Отходит В другую Сторону Там Надо ему Заняться Чем-то Не мог Он Остаться И там И там Будем Считать Что Это Господин Какой-то Богатый Это Не Бог Не Бог Хотя На самом деле Господь Себя И Себя И Свою Смирение И Кротость Он Везде На самом деле Вот Глядите Он Отходит И Люди А люди Эти Люди Кто Они Эти Люди Кто Может Сказать Вот Эти Остаются Ну Трое Они Пускай Остались Трое Трое Одному Дали Сколько Талантов 5 10 Талантов Другому Дали 2 И Последнему Один Правильно То Трое А кто Они Эти Люди Кто Они Он Дает Этим Людям Кто Они Люди Кто Человек Рабы Слуги Хорошо Рабы А В нашем Случа Верующие В него Это Его Близкие Ну Как Допустим Пускай Это будет Петр Первый И Вот Он Куда То Уезжает Там Посольство Помните Он Уехал На Два Года И Он Оставил Там Бояр Которые Там Следили И Когда Стрицы Подняли Бунт Они Его Предупредили И Поэтому Он Резко Прервал Кстати Очень Обиделся За Это Оставляет Этот Человек Он Должен До Конца Преданный Правильно Значит Что то Он Здесь Не Усмотрел Правитель Одного Точно Не Усмотрел Он Прикинул Психолог Я Хорошо Знаю Психолог Нормальный Уже Этого Давно Знаю Этому Давно Знаю С этим Пут Соли Съели Нормальные Все Пройдут Так Но Это Такой Как Не Очень Ну Как Помните У Мужика Там Было Три сына Старший Мощный Был Детина Средний Был Не так Не сяк А Младший Вовсе Был Не Кажется Львам Что Это Взяли Именно С Этой Причи Почему Ну Настоящий Балбесина Идиот Самый Настоящий Его Он Приближенный Был К Императору Ему Чего Не Хватало Это Ему Надо Было Только Вот Этот Талант Вот Сейчас Мы С Чего Это Неподъемное Для Одного То Для Других Подъемное Но Тоже Один Больше Другой Меньше Мог Сделать Даже Из Этих Двоих Которые Которые Употребили Таланты Правильно А Этот Вообще Не Потянул Это Что За Талант Такой Что Это Такое Как Вы Представляете Себе Это Воз С Деньгами С Каким Добром Воз Или Это Что Нужно Было С Людьми Там Делать Или Экономику Какую То Поднимать Кто Что Думает Что Это Материальное Духовное Что Это Или Это Что Помесь Такое Помесь Помесь Так Хорошо А Что Материального Там Было Талант Мы Понимаем Это Золото Я Лучше Всех Вас Понимаю Что Это Такое Я Видел Вот Прям Сейфа Сам Доставал Когда Председатель Ехал Сдавать Золото Я 20 Килограмм Золота Доставал Вот Такой Мешочек Всего 10 Килограмм Он Взял Их В карман Отпустил Я Говорю Лев Гавриныч Он Такой На Райкина Похож Капитально Марина Не Даст Собрать Такой Кучеряшка Тоже С Полтавы Где Это Еврейская Национальная Сель Я Шляпу Сними Ты Че Делаешь Он Шляп Я Говорю Ты Че Ты Карманы Золото Положил По 10 Килограмм А Че Будет Сейчас Карманы Порвутся Только Я Сказал У него Так Два Кармана Порвались И упали К ногам Хорошо Что Там Мешки Такие Хорошие Платинные Ну Там Еще Все В целофане Конечно Он Такой А Ничего Потом Дипломат Ему Принесли Такой Чтоб Жесткий Был Туда Положили Вот Эти 20 Килограмм Золота Один Талант Это Сколько Ну Считается До 44 Килограмм Самое Большое С 20 Килограмм До 44 Самое Большое Там Это Какой Античный Был Такой Талант Ну Кто То Там Придумал Что Вот Надо Мне Вот Так Ну Приблизительно Опять Потому Что Кто Их Мерил Эти Талант И В Килограмм Тогда Не Было Ничего Тогда Даже Все Было В Других Мерах Измерения У Евреев Там Вообще С Боялся И Говорит Закопал Мы Говорим Закопать Талант То Есть Это Слушай Ну Это Ты Дурачок Просто Я Что Могу Сказать Сейчас Путин Ищет Таланты Он Не Просто Этот Президент Ищет Он Всех Посылает Везде Давайте Таланты Вот Такие Пацанята Уже Сидят Делают Что Делают Раз Полетело Полетело И Сейчас Улетело Знаете К Соседствующие Государства Оказалось Вот Эти Которые Играют В компьютеры Они Пригодились Таланты Развиваются Почему Этот Человек Кто Он Такой Я Хочу Чтоб Мы С Вами Представили Что Это За Человек Потому Что Мы С Вами Можем Быть Этими Людьми Что Не Хватило Ему Что Он Сказал На Своего Господина Когда Он Пришел Никогда Уходил Ты Чего Не Сказал Ты Знаешь Что Я Закопаю Этот Талант Ты Жестокий Ты Вот Все Неправильно Делаешь Неправильно Ты Почему Тому Пять Дал А Этому Два А Мне Всего Один Завистливый Оказался Завистливый Назло Моей Мамочки Пусть У меня Отмерзнут Уши Буду Ходить Без Шапки 50 Градусов Мороза А Там Не Уши Явно Позавидовал Потом Дальше Он Еще Злобненький Был Он Как Сказал Ты Жестокий Злой На Господина И что Ты Такой То есть Вот Это Все На Кого Ты Обращаешь Это Все Это Все К тебе И Пришло Ты Оказывается Сам Такой Ты Желаешь Властвовать А тебе Не Дают Вот Смысл То В чем Господь Нам Дал Свободу Дал Свободу Ну Свободу Для того Чтобы Его Таланты Умножали Господни А какой Главный Талант У Господа Для нас Какой Для него Вера Вера Для чего Вера Для спасения Правильно А кого Спасения Твоего Своей А Господь Чего Желает Господь Желает Какое Наивысшая Заповедь Какая К чему Все Идет Понимаем Все Возлюби Ближнего Своего Как Самого Себя Говорит Господь И поэтому Эти таланты Это все Правильно Сказал Это комбинация Это и духовная И материальная Если ты можешь Сделать А знаете Почему Мы так Скромненько Не сразу Указали на меня Пальцем И сказали Да мы все Без тебя знаем Ты просто Что ты нас Глупо Мечтаешь Это все Потому Что мы Этого Не видим Рядом И вот То что Мы сейчас Вот вокруг Оглянитесь Друг на друга Вот это Лучшее Что я видел За свою жизнь Вот это Вот это Александра Михайловна Виктор Андреевич Супруга Вот это Лучшее Что я видел Это лучшие Таланты Ну или Сказать Даже То что Господь Ну Смог Собрать Вот те Кто сейчас Нас слушают Тоже Вот Это лучшие Вот Вы Должны Все исполнить Что Господь Заповедовал Вот таланты Это все Заповеди Все 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 Должны Исполнять А к кому Подавляется Этот человек Который Сказал Вот ты Такой Такой Закопал Там талант Что это значит Закопал Как это понять Закопал Что это Он Что Начал Он Начал Противное Делать Вы понимаете Противное Для себя И для Окружающих А оказалось Что он Свой Потому что Он Это Произнес Тогда Когда пришел Господин И начал Мерить Что они Там сделали То есть Они его Не увидели Тех Которые С ним Два Других Были Не увидели Это Но Другую Притчу О царе Который Позвал На пир И Когда Собрались То Один Оказался В Небрачной Одежде А как Его Предверьники Там Все Были Вокруг Все В Врачной Одежде А этот В Небрачной Одежде И Это Увидел Господин Другие Не Увидели А господин Увидел Что Он В Небрачной Одежде От Бога Утаить Ничего Нельзя То Мы Стоим Пред Богом Скажи О Вердикте Господа Как К этому Вердикт Раб Несет Нестой Лукавой Что с ним Приказано Слева Ну Да Гиена Огненная Всегда Наказание Гиена Огненная За Неисполнение Всех Заповедей Было Только Одно Расстрел Смерть Расстрел Камнями Побивали Ну Недаром Наверное Вот это Как Появились Вот эти Вот Слухов Расстреливали Хотя Расстреляли Одного Варфоломея Застреляли Из луков Кстати По преданию Андрея Перозанова Забросали Дротиками Дротики Такие короткие Копии Ну Так что Вот это Наказание И вот этот Расстрел Пулями Сегодня Видать Это Оттуда Пошло Все Что Убить И За Неисполнение Всех Заповедей Всех Убить И Пришел Господь И Говорит А я Говорю Вам И Начинает Заповеди Блаженства Такие Странные Сразу Первое Блаженный Нищий Духом И Причем Не Просто Там Что Я Дам Вам Какую Награду Там 100 Талантов Или 1000 А Блажен Ты Блажен Что Ты Нищий Духом И Дальше Начинает Раскрывать Что Ты Кроткий Что Ты Смиренный Что Ты Миротворец Ты Блажен При Этому Очень Странно Конечно И Вот Этот Человек Он Будет В Небрачной Одежде Кажется Что Все Что Все Вокруг Не Правы Он Только Один Прав Он По-моему Даже Добрачного Фира Не Найдет Так Еще У кого Есть Слово Говори Пожалуйста Рады Слышать Я Хотела Поблагодарить За Молит То Что Я Расторонила Ну Че Я Я Я Говорю Хотела Поблагодарить За Молит То Что Я Расторонила Ну Че Как ты болела Расскажи Как тебе Было Че У тебя Тяжело Было Где В голове В руках Где В каком Месте Животе Как у тебя Болит Где В каком Месте Обручем Болит Или Где То Прям Внутри Головы Что Лишь И Часто У тебя Так Болит Когда Болит А ты Сопли У тебя Были Слезы Немножко Сопли А так Че Кашляло Еще температура Ну это Настоящая Такая болезнь Да ОРЗ Наверное 38,5 Понятно Я хотел Спросить А вот Когда у тебя Голова болела И все Мама К тебе Подходила Ты Молилась Богу Или что То Такое Говорила К Господу Хорошие слова Не помнишь Когда Улучшалась Что ты Благодарила Благодарила Или как Ты Благодарила С Господом Вот У тебя Болит А ты Говоришь Господи Как Мне Тяжело А как Люди Допустим На войне Снаряды Или В блокадном Ленинграде Ты знаешь Что Про Блокадный Ленинград Знаешь Что Путин Сейчас Всем Блокадникам По 50 тысяч Дал К празднику Освобождения Про это Мы не знаем О том Что Люди Блокадном Ленинграде Как жили Знаем У нас Бабушка Блокадница Знаешь Сколько Там Людей Умерло От Голода Не Знаете Помнишь Сколько 900 тысяч Человек 900 тысяч У нас Барнаул 750 Нет Барнаула Сколько Там Жило Тогда Если Только Три Миллиона Слишних В то Время Да 3 Миллиона 800 Сейчас Ну Миллионов Шесть А может И больше Даже Да Вот так 900 тысяч Это Умерло 900 Да Даже Там Побольше Это Это Предварительный По счету Потому что Никто Местностях Где там Умирали Там Сложно Там Серые Зоны Были И так Далее И ты Вот так Вот молиться Когда сильно Даже больно То надо Господа Поблагодарить Слава Богу За все Чтоб тебе Попонятнее Было Как вот Братья Сестры Они молятся Тебе Вспоминают Тебя Какая Ты Хорошая Сидишь Записываешь Тут Одна Единственная Ну еще Ефросинья Иногда Пишет Мама Тоже Что-то Пишет Поможет Господь Укрепляться Верит Благодаря 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 Ничего Непонятно Но нету Врача Ты тут Причем Я никак Не могу Вот Объясни Чтобы Мне Полегче Было Я же Уже Расскала Я сейчас Просто Не спрашивала Ну ты там Я записывала Что-то Но мне Чуть Непонятно Вы тут Причем Нету Врачей Вас Разгонят У нас Четыре Врача Один Работает В день И три Дежуранта Мы По очереди Дежурим Я Конкретно Дежуранта И как Удю Два Останется Два Мы Не сможем Закрывать Ни день Ни ночь То есть Даже Если Мы Будем Работать Сутками Нас Не хватит Дольше Чем На две Недели Ну просто Это будет И нарушение Трудового Законодательства Ну так Нельзя В твоем Остаться На все Отделение То есть Либо Нас Расформируют Либо Что Сделать Я Не знаю Как Что Такое Расформируют Ты не будешь Уметь работу Закроют Я Не знаю Что Сделать То есть Врачей Нету Это Плохо И Если Нету То Назло Мои Мамочки Давайте У меня Пойдет Вообще Все Конечности Да Вас Куда То Уберут Что Такое Какая Галимакер Остаться Без отделения Нельзя И найти Не могут Все В курсе Нету Может Был такой Вариант Их просто Приклеят Какому Ни Отделению Крани Анимация Еще По одному Врачу Распросают И все И Слава Богу За все Черт Тебе Сделаешь Может Тебя Туда Как Господь Все Устроит То есть Пока Ради Тебя Это Все Делают Я Хотел Попросить Вас Еще Забыл Совсем Начал Разговаривать С Полинарией У Меня В Субботу Ну Вот Попросили В интернет Сообществе Помните Я Говорю Детские Занятия Провести Два Два Собрания Мы Провели Познакомился Сначала Об Общем То есть Желание Есть У Детей Потом С Родителями Познакомился Родители Вот Они Они Хотят Чтоб Я Вел Занятия У Детей Вы Понимаете Я Им Там Все Рассказал Что Я Не Разговариваю Там Тропиночка Там Почечки Там Божочек Какой Где-то Сидит Я Буду По Библии Читать И Рассказывать И По Библии Поэтому Они Все Согласны То есть Они Ничего Не Знают Еще Сравнивают Поэтому Вы Помолитесь Пожалуйста Чтобы Хотя Бо На Один Раз Хватило И Может Быть Они Поймут Что Я Хочу Донести До И Детей И Не Сразу Меня Закидают Этими Бомбачами Дадут Там Еще Вот Да Это Сейчас Очень Нелегко Но Дети У Них Вот Эти Люди Которые Там Они Верующие Действительно Они Не В Общине Отдельно Там Понимаете И На занятии Между собой Разговаривают О Боге О Вере О Христе Они Радуются Вот Сейчас Там Лена Записывает Там Они На службе Действительно Там Есть Некоторые С детьми У нас Идет Служба Они Как Б Иногда Там Подключается Больше Чем У нас Стоят В храме По количеству Ну Да Вот Понимаете Какая Странность У нас 10 Человек Подключается 15 А У нас Тут Свои Отношения Наши отношения Интересно Посмотреть Как сериал Какой Понимаете И поэтому Ну Они Хотят Чтобы И дети У них Тоже В этом Участвовали Они Стараются И детей И дети Такие Не знаю Не правда Еще со мной Нездоровались Вот У нас Нездороваются Дети В некоторые Вот Где Нету Огнюшки Агния Выскочила Такая У меня О Миром Доброе утро И Все Такая Радостная Счастливая А Другие Проходят Так Косяком Прям Косяком Летят Мимо Уже Прям Разговоры С отцом Разговоры Думал Ну Что-то Это даст Аптет Улыбается Ну А я Что Не знаю Что Не знаю Что Ты можешь Сделать Ты же Отец Если Я Что-то Начну Делать Ты Скажешь Ты Кто Такой А Ты Сам Не Хочешь Не Знаю Ну Я Грудал Пускай Придел Поздоровается Она Сказала Поздоровалась При нем Значит Вес Имеет Значение Значит Прям Идти Вместе С ними И Контролировать До такого Возраста Даже Дожили Я Я Помню В деревню Приезжаю Там Вот В Казахстане Мы жили Вначале Я маленький Был И Меня Уже Здороваться Салям Алейкум С ними Там Этих Маленькие Там Казашата Там Эти Со всеми Здоровайся Кого не Увидишь Со всеми Салям Алейкум Салям Алейкум Все Я маленький Бегаю Салям Салям А они Амири Говорят Шалом Салям Это Амири Разговор Они Тоже У меня Сейчас Там Рядом Строится Уже Второй Этаж Начали Строить Будет Там Сервис Автомобиль Можно Будет Ремонтироваться Прям Вот Стенка Стенка Я Я Я Молодец Пришла Ты Ну Встретил Наоборот Сам Первый Попробуй Я Не буду А В следующий Раз Он Здоровается Он Уже Просто Не Не Замечает Даже Это Они Говорят Мы Поздоровались Он На Нас Посмотрел Промолчан Все Он Говорит Ну Как Что Мы Спорить Сейчас Будет Что Лучас Они Проходили Поздоровались Что Я На Них Вот Так Смотрю И Говорю Ну Что Девицы Красавицы Что Они Вот Так Идут 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 Хоп И Пробежали И все И все То есть Они Конкретно Я Прям К ним Обращаюсь Все А То Что Я Первый Нездороваюсь Кто Сказал Что Я Нездороваюсь Зачем Вы Это Вообще Поминаете Это То же Самое Что Сказать Игорь Ты Остаешься На Занятиях Или Нет Мы Уже Поняли Вопрос Будем Молиться Об И Я Прошу Вас Давайте Братья Сестры Запретим Туда Заходить Уже Взрослым Нашим Которые Были Детьми Когда Вот Восемнадцать Исполнилось Вот сюда Все Туда Чтоб Никто Не Заходил Там Не Раздевались Они Восемнадцать Лет Все Сюда Раздеваться Там Вы Знаете Есть Стоило Для Больших Коней Я С юмором Говорю Или Нет Никто Не Понимает Этого Юмора Потому Что Я Видать Англичанин Юмор Вам Все Нет Ну Это Дельное Предложение Конечно Там Чтобы Не Укрывались Там В детской Комнате Дрослые Таких Там Один Поперек А эти Еще Зайдут Два Таких Они По два Метра Уже Кого Никого А ты Уже Скоро Выгонять Некого Будет Кого Нет Кого Куча Целая Сейчас Уже Нет Где Твои Куда Они Делись Куда Поехали Торты Кушать С Этими Пиццами Газировкой Запивать Колой Вот Огнюшка Я только Похвалил Ее Она там Что-то Сидит Ты что Ты живее Всех Живее Для нас Для нас Им Юмор Не юмор Они Они Понимаете Они Мне Прям В глаза Я говорю Ну почему Что-то Не хватает Скучно Скучно Они Это Слово Произносят Своими Губами Им Скучно Здесь Вы Понимаете Ты Что Сделаешь Против Этого Сестра Ну Что Ему Скучно Капака Станцевать Шкульпить Сделать Я Предлагал Пойдемте Со мной Сейчас Поплаваете 10 градусов Вода Пойдемте Вы Хотите Адреналина Получите Сейчас Никто Не Хочет За Боже Тетя Богородицу Присно Плажен И Рыне Порочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Хирургин И Славнейшую Бес Сравнение с Серафим, без их сверния Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защитил Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распорий, от беззакония, которое встанет, не остановит делающих зло. Господи, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над России за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченную следой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Бога. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за силы и правды Твои. Вехвала, слава, честь и поклонение Престяна и Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза, занятия. Трапеза, выставляйте, кто принес и благословляю вас. Спасибо. 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 Спасибо.